Если бы Пётр Великий, наш великий листернизатор, да, реформатор, не вырос в западноевропейской атмосфере, то он бы не сумел понять ни немецкую слободу, ни Голландию. Москва 16 века. Была ли она мультикультурной? И вообще, когда эта вестернизация началась именно в культуре Москвы? Москва, Московия, это такой потерянный ребёнок западноевропейской цивилизации. Клады на территории современной Москвы находят? Что может быть, что называется, обыдение клада? Над москвичами в России принято посмеиваться. А между тем, на протяжении многих лет коренными москвичами считали себя не более 28% горожан. Ибо в городе на перекрёстке торговых путей приезжих жителей испокон веков было больше, чем у рождённых. Когда же Москва обрела те черты, которые, как невидимый скелет, держат историческую часть города и всю Россию? Как давно москвичи научились жить в маленьких тесных жилищах? И где скрываются её главные клады? Об этом по гамбургскому счёту будем говорить с археологом, членом-корреспондентом Российской Академии Наук Леонидом Беляевым. Леонид Андреевич, вот сейчас в современном городском фольклоре, в современном российском фольклоре очень популярны шутки и сюжеты про москвичей, про особую московскость, московскую культуру, такую специальную, которая выделяется сегодня в России. А вот вы так долго занимались историей Москвы, археологией Москвы. Скажите, а вообще когда появилось это явление? Вот эта вот особая московскость на фоне культуры российского государства, это позднее явление, там, последних, может быть, двух веков, полутора веков? Или это было давно? Вы знаете, на самом деле уже там не московскость. Вообще, существует ли она, вот этот большой вопрос? А это ещё вопрос? Ну, я бы сказал, что это всегда вопрос. Англия потратила не одно столетие, чтобы доказать свою Englishness и её понять, что это такое с Россией. А Россия и Москва для меня практически одно. Это тем более так. Потому что всё-таки культура и покороче немного. И ранняя, допетровская, она в какой-то момент оказалась стёрта с доски, она не учитывалась. И вся московскость, она фамусовская такая, московскость стала, понимаете? И значительную часть своих усилий я направлял на то, чтобы всё-таки понять. Это случайно, что мы москвичи? Или тут есть какая-то средневековая закономерность, какой-то корень, идущий от средневековья? Если это так, в чём археологически это может быть выражено? Когда мы раскапываем памятник, как нам отделить? Это московская земля, это московская территория или не московская? Вот есть какие-нибудь признаки, которые позволят разобраться? Ну и, соответственно, выделить в культуре какие-то блоки, которые являются именно московскими блоками, которых нет в других княростах, которых нет в Твери, пока она Тверь, которых нет в Новгороде. Там что-то похожее, но другое. Сама история Москвы в какой-то степени – это очень московский сюжет. Потому что вот мы видим перед собой карты 17 века, карты плана Москвы. И, казалось бы, Москва сегодня совершенно другая. Ничего такого похожего на это почти, ну, кроме Кремля с его башнями и соборами. Перед нами нет и рек. Ну вот взглянем на следующий слайд, вот на этот, и мы увидим те же самые очертания. А что это за схема? Это так называемый «золотой город». Это проект Москвы 20-х годов. И у него абсолютно те же самые обводы, понимаете? Это те же самые линии, по которым мы ходим. Это 20-го века, 20-х годов? Да, 20-х годов, 20-го века. Совершенно справедливо. Ранний советский план будущей Москвы. Она не совсем такая получилась. Но нам важно, что в сознании планировщика, так сказать, да, Берущусева, вот это все абсолютно оставалось. Все вот эти города. То есть, чтобы москвичи 20-го века, уже новой России, советской России, правильно? Чтобы они ходили по тем же улицам, теми же кругами, что и москвичи там 3 века назад. Практически так, да. Потому что Москва сложилась в 16-м веке, вот эти обводы, все это, все одно столетие. Это очень странно, но многократно выросла территория за одно столетие. И вот она осталась такая. То есть, мы живем в городе 16-го века. А то, что вообще Москва стала центром столицы и как бы центром России и культурным, и административным, и то, что вообще Москва стала Москвой, это историческая случайность? Надо сказать, что это блестящий вопрос вообще от вас. Это тема, которую занимают очень многие регионы сегодня. Они пытаются понять для себя их территория. Это что-то такое естественное. И вся страна, вся Россия, это естественная в своих границах. Это вопрос не только для Москвы, но и для каждого большого центра. Да, не только. Для каждого центра, для каждого района, каким-то культурным образом выделяющегося исторически. Я бы сказал, для всего государства. Вот северо-восточная Евразия, это логическое образование. Она действительно существует как целое. И, соответственно, оформлена нашими границами. Или это цепь случайностей, которая сложилась. Или это какой-то набор случайных кусочков, лоскутное одеяло, которое также может развалиться. Москворечье в первом тысячелетии до новой эры, ну, то есть в эпоху античности, по сути дела, понимаете, сначала греческой культуры, потом римской, вот она где-то там цветет, среди земноморья. А здесь существует своя особая, если хотите, москворецкая культура, которая называется Дьяковская. Конечно, мы не знаем, как они себя называли. Но мы знаем, как они называли свою реку, на которой мы живем, так и называли Москва. Потому что это, видимо, вот их название еще с тех времен до нас дошедшее. А что еще до нас дошло? Бесчисленное количество поселений этого периода, которые покрывают буквально всю долину Москвореки и ее притоков, которые сидят на всех схождениях ручейков и речек, понимаете. Дьяковское городище у нас сейчас на территории Парка Коломенское. Оно целое. То есть это настолько древнее поселение с того времени, что люди там селились и селились и продолжали селиться. Да, вот мы видим сейчас находку. Это было найдено в 19 веке еще на городище. И это культура Железного века. Два я бы хотел выделить здесь. Она ничем не отличается от большинства культур по вещам вот так, Железного века. Но два фактора очень важны. Это Дьяковское городище, реконструкция его, как Николай Александрович Каренки сделал с художниками такую реконструкцию. Дьяковское городище существует около тысячи лет. На этом месте, вот на этом, ровно на том, жили тысячу лет одни и те же практически люди. Ну, может быть, они чуть-чуть сменялись. Но, в общем, это было тоже хозяйство, та же точка. И если бы это было на Ближнем Востоке, то за тысячу лет здесь выросла бы огромная гора, которая называлась бы Тель. Потому что там архитектура сырцовая, и глина вот эта создает огромную высоту, толщину слоев и, соответственно, высоту памятника. А у нас? А у нас все деревянное, и все очень сильно уплощается. Дерево здесь не сохраняется. Если бы, опять-таки, это был Новгород, то это уходило бы в глубину на, не знаю, несколько метров, на много метров даже. Вот. А здесь 3-4 метра, 5 метров. В общем, они подготовили местность. Они вырубили леса, которых было здесь гораздо больше. Они их свели, потому что им, во-первых, нужна была территория под пашней. А кроме того, им нужно было много дерева, потому что они обжигали керамику, ну, отапливали, безусловно, свои жилища, строились. Поэтому здесь были расчищенные уже участки. Когда сюда приходят славяне, они используют практически те же самые пашни, те же самые территории. Таким образом, вот у нас все-таки есть своя какая-то вот такая протоистория, которая занимает более тысячелетия, во всяком случае. Но вот если возвращаться опять к современной Москве, сегодня Москва – это, безусловно, мультикультурный город, западноориентированный город. Москва XVI века. Была ли она мультикультурной? И вообще, когда эта вестернизация началась именно в культуре Москвы? Смотрите, я бы сказал, что здесь она была всегда в той или иной форме. Но просто Москва возникает в середине XII века. Это время, когда во Владимиро-Суздальской Руси начинают работать западноевропейские архитекторы. Когда в XVI веке сюда приедут снова итальянские архитекторы, они узнают работу своих предшественников. И это будет записано в летописи, что Аристотель Фиараванти скажет, «Наших мастеров дело», когда ему покажут XII века соборы. Понимаете? Ну, а уж потом, XVI-XV века, даже в эпоху Орды приходит Орда. Казалось бы, разрыв связей с Западом, как об этом часто говорят. Не совсем так. Открываются новые возможности, новые перспективы. Конечно, открывается Восток, но открывается и Запад. Каким образом? В Веденье Орды Крым. А в Крыму геноевские города, геноевские колонии. И, по-видимому, кое-какие новинки европейские мы получаем именно оттуда. Вот, не непосредственно с Запада, и не через Новгород, что было бы по-своему логично, и Псков, ну, и оттуда тоже получаем, но и непосредственно вот из Крыма, через Ордынские возможности. А уж с конца XV века, когда Москва приоткрывается на время для итальянских мастеров, огромные команды, их десятки человек, и десятки лет они здесь работают, они жизнь города сильно переменились в это время. И можно сказать, что Москва, Московия, это такой потерянный ребенок западноевропейской цивилизации. Он все время западноевропейский на самом деле. Но это не сразу узнаешь. Просто она расположена восточнее многих городов. Да, она расположена восточнее всего. Я часто говорю вот о чем. Если бы Петр Великий, наш великий вестернизатор, да, реформатор, не вырос в западноевропейской атмосфере, сам того не понимая, то он бы не сумел понять ни немецкую слободу, ни Голландию, когда он в нее едет. Но штука в том, что он растет в Кремле, он попадает в резиденции подмосковные, в то же самое коломенское. Весь Кремль построен при его пращурах, ну, в общем, 200 лет назад, теми же итальянцами. Понимаете, он видит храмы европейские, он видит палаты ими построенные, он видит дворец, который весь ренессансный. То есть он живет в ренессансной атмосфере архитектурной. Он все время вот в этой европейской атмосфере немножко просто архаичной для него. Ему хочется чего-то более нового, так сказать, но тоже европейского. Модернизации. Да, ему хочется модернизации, но на тех же европейских рельсах. Если представить, что он живет вне этой европейской среды, культуры, он этого даже не захочет, он не поймет, чего здесь хотеть. А все-таки москвичи 16-17 века, чье влияние, чьи культуры они больше ощущали? Немецко, такой немецкоязычной или итальянской? Это противопоставление, которое вы нашли, очень правильное. Оно будет сохраняться, ну, собственно, оно сохраняется на самом деле и сейчас. Немецко-противостоянцев? Да, в известном смысле. Но скажем по-другому, католики против протестантов. Значит, и когда мы видим вот это противостояние Петра и Софьи, казалось бы, но когда мы начинаем читать про Софью, про Голицына, они же главные вестернизаторы, они же куда уж, так сказать, понимаете, больше, они молятся на этот Запад. В чем конфликт? Почему конфликт с Петром? Только из-за того, чья власть, понимаете? Да нет, тут есть и культурный конфликт. Софья с Голицыным, это католическое, да, или полукатолическое, ну, православие. Все связи оттуда, понимаете? Все контакты. Петр – это противоположное, это немецкая слобода, это Нидерланды прежде всего, Германия. И это, конечно, протестанты, это совершенно другой взгляд на мир, и эстетика другая. И поэтому и архитектура, казалось бы, из одних и тех же европейских источников, а разная. Чтобы понять, почему русская европейскость, если можно так выразиться, плохо читается сегодня, и самими москвичами плохо прочитывалась, я дам один буквально пример. Вот это изразец, найденный в Свияжске. Свияжск – это крепость, которую Грозный построил для того, чтобы взять Казань. Что здесь изображено? Не очень понятно, но если взглянуть на вот этот кусочек европейской гравюры, станет понятно. Только вместе они дают полную картину европейскости сюжета, понимаете? Европейских корней того, что нарезали здесь московские мастера. Это изображены ланскнехты, люди, чрезвычайно популярные в Европе в XVI и XVII веках, которых много изображали. И гравюра Хофтнера тоже одна из самых популярных. Вот, когда две фигуры мы рядом соединяем... То есть это московская версия сюжета о ланскнехтах? О ланскнехтах, совершенно справедливо. Немецких? Немецких. Два музицирующих ланскнехта. Вот, вы видите, поперечная флейта и барабан. И тут поперечная флейта и барабан. У них даже оружие похоже, у них даже элементы одежды похожи. Все это вот с разрезами, с вестунами, все это неоспоримо свидетельствует, что прототип западноевропейский. Исполнение местное и притягательно западная эта культура. И почти не узнаваемо в нашей переработке. И таких элементов будет очень много. Вот если говорить про то, как хоронили москвичи, какие были обряды, как могилы укрывали, как их оформляли. Было ли что-то специальное? Есть ли что-то, какие-то специальные традиции, которые нам указывают на вот эту московскость? Конечно. Я бы сказал даже, что вот эти работы, этот сюжет «Археолог на кладбище», он всегда очень важен, потому что он себя ведет своеобразным образом. И именно здесь нашлись первые корешки московской культуры. То есть здесь впервые я увидел какие-то элементы, которых в других княжествах, в других государствах, где угодно... Даже в соседних землях? Да, даже в соседних землях. То есть что, москвичи хоронили иначе, чем, скажем... Они хоронили похуже. В Твери? По православному, конечно. Но они оформляли погребения иначе. Надгробия были другого типа. На надгробиях изображали совсем другое. И вот есть перелом такой, когда Москва превращается из Владимира Суздальского города, в общем, превращается в, собственно, московский город. Понимаете? Не общий расплав вот этот, а, ну, местная традиция. А с чем это связано? Это на рубеже 14-15 веков происходит. Москва выходит вот из этого кокона. Она начинает постепенно проявлять самостоятельность в отношениях с Ордой. У нее появляются международные новые связи. И она себя, видимо, осознает каким-то образом заново. Почти 250 лет. Вот появляется, может быть, нерефлексируемое еще, но все равно самосознание. Понимаете? Некоторая местная традиция начинает формироваться. Мы увидим совершенно другие саркофаги. Не такие, как в Новгороде, где тоже есть саркофаги. И вот мы видим совершенно московского типа саркофаги. Это, кстати, саркофаг, вероятно, князя Дмитрия Пожарского в Суздале. Мы знаем их происхождение. Они приходят к нам с запада и одновременно немножечко с востока. Потому что это египетская традиция, усвоенная Византией. Конечно, очень пережиточная вот эти антропоморфные саркофаги. А почему москвичи ее усвоили и взяли, а, скажем, соседней земли, соседней княжества нет? Они потом получат все это через московские руки. Когда вы встречаете вот такой саркофаг где-то, это лондонские, кстати. Это вообще Ричард Третий, тоже, кстати, антропоморфный, только с невыраженной снаружи головой. И на всех кладбищах сейчас уже, в общем-то, сотни этих саркофагов известны. Почему их в Москве так много? Я не смогу вам ответить. Археология такая наука, которая чаще отвечает на вопрос, как это происходило, с высокой довольно степенью точности. Но почему именно эти варианты выбраны, трудно сказать. Москва, вероятно, питалась из двух здесь источников. Она получила что-то и от запада, и от востока. Последние полтора века, два века, Москва – это бесконечная большая стройка. Как в этих условиях вы вообще, археологи, работаете? Неужели сегодня возможно сделать какое-то открытие археологическое на территории современной Москвы? Конечно, при этом строительстве уничтожаются культурные слои города. Это неизбежно. Важно уничтожать их правильным образом. Потому что мы не можем жить как в музее. Нам, конечно, необходима стройка, необходимо развиваться. Все это должно сопровождаться хорошей археологией. Как сделать так, чтобы эта археология была по-настоящему хорошая? Это большой вопрос. Тут мне кажется, что археологи могли бы дать какой-то совет властям-придержащим. Необходим, конечно, специальный институт Москвы, который занимался бы не только археологией, но там, не знаю, демографией, чем угодно. Вот этой особостью Москвы, понимаете? Москвой как специальным организмом. И в том числе, конечно, археологией. Чтобы это дало большую централизацию работ, хорошую организацию, хорошее планирование. Потому что сегодня это, в общем, лоскутное одеяло. Застройщик получает землю, в которой он только очень приблизительно может ожидать, с чем столкнется. И очень часто сталкивается с вещами, которые требуют действительно серьезного археологического изучения. В разных странах это по-разному. Но во Франции это так. Есть централизованный орган, который, грубо говоря, очищает землю. И дальше уже можно ее отдавать в аренду или продавать, что угодно с ней сделать. Зная, что она абсолютно исследована археологически. В историческом смысле, что этот кусок... Да, что этот кусок можно застраивать. А этот вообще нельзя. Вот привели археологи работы, и оказывается, это застроить нельзя в принципе. Тогда мы это не продаем, не отдаем в аренду, а оставляем государством. Когда сейчас идут раскопки на территории Москвы, находите ли вы до сих пор что-то такое яркое, необычное? Клады на территории современной Москвы находят? Клады – это самое не неожиданное. Что может быть, что называется, обыдение кладов? Понимаете? Это только археолог так может сказать, Леонид Андреевич. Клады вообще интересны для науки. Потому что в них отобрано то лучшее, что хотели люди сохранить для себя в древности. Это имеет смысл изучить. Кроме того, клады очень хороши тем, что они отчасти предсказуемы. Они системны. А раз они системны, значит, они предсказуемы. Клады предсказуемы? Конечно. И они системны. Мы знаем периоды, когда клады выпадали особенно густо. Ну, или просто густо выпадали. В другие периоды они были очень случайны. Их мало. Их действительно не предскажешь. Ну, например, в смутное время большие неприятности у государства. В то же время выдается много денег. Потому что наемные войска. И они наемные, и они служилые люди московские. Им тоже выдают жалобы не на год. Понимаете? Это довольно много денег по тем временам. Их нужно как-то распределить по этому году. Банков нет. Понимаете? Банков нет, да. Это всерьез. Вот в таких вот сосудах. То есть в основном это кубышки. Вы видите маленькие кувшинчики. Маленькие горшочки крохотные. И сюда складывали монеты. Сюда складывали монетки, да. И поскольку вот за это где-то примерно 7-8 лет смутного времени... То есть это идет начало 17 века. И если у вас какой-то объект начало 17 века, то вероятность того, что вы найдете клад, довольно велика. Я бы сказал, что гораздо интереснее это нужно делать. Но вот эта карта середины 20 века с указанием кладов, найденных в Москве. Здесь их сравнительно немного, этих кладов. Сейчас их гораздо больше не сопоставим. Вот мы видим в районе Таганской. Ну, они в разных, вы видите, в разных районах. И некоторые районы от кладов свободны. Около Арбата, между Арбатом и Тверской. Да, потому что, ну, по-разному они причинам свободны. Тут есть, конечно, элемент случайности. Но главное здесь гораздо системнее. Поскольку во всех служилых слободах эти деньги выдавались, поскольку во всех они прятались, какую-то часть мы нашли. И сегодня очень легко составить карту, на которой будут все найденные клады. Они уже оттуда изъяты. Они изъяты, да. Все участки, где разрушен культурный слой этого времени, ну, тоже мы более-менее знаем, у нас есть археологическая карта Москвы. И остающиеся участки мы можем проанализировать, не выходя на местность. Сколько примерно кладов должно здесь быть найдено. Соответственно, вот эти клады, ну, они, конечно, изымались. Хозяева потом приходили и забирали свои деньги. Они же знали, зачем они их отложили. Вот. Но какая-то часть оставалась. Ну, это вот, если это середина 20-го века, понятно, что в Москве просто 20-е, 30-е, 40-е годы огромная стройка. И понятно, почему это так. Сегодня. Находят ли клады археологи сегодня в Москве? Ну, находят. Каждый год, как правило, находят один-два клада. То есть для вас это обыденность рабочая? Да, да, обыденность рабочая. Ну, правда, археологи кладами называют и маленькие совсем клады. Вот. То, что мы назвали бы кошельком сегодня, например, потерянным. Для нас это все равно клад. Но и клады-клады, так сказать, клады-сокровища, специально заложенные, чтобы ими пользоваться впредь, такие тоже встречаются. Леонид Томанович, сегодня кому принадлежит прошлое Москвы? Ну, тут очень простой ответ. Все наше прошлое принадлежит нашему будущему. Это наши ресурсы. Это нельзя купить. У нас кончится нефть, у нас кончится газ. Мы найдем возобновляемые какие-то ресурсы. Мы где-то купим на худой конец тот же самый газ, если вдруг он нам будет по зарез необходим. Но свои памятники, свои древности мы нигде не купим. Это вроде родословный, понимаете? Это нельзя. Подлинную нельзя. Фальшивую можно, подлинную не купишь. Также и подлинную древность. Подлинные объекты археологии. Если мы потеряем культурный слой Москвы, и здесь я снова бы вернулся к идее научно-производственного института Москвы, который бы позаботился о нашем будущем. Отсюда же мое мнение, что чем меньше раскапывать, чем меньше изучать культурного слоя, не только в Москве вообще, тем лучше. Потому что в будущем из этого же слоя извлекут намного порядков, больше информации, больше сведений. А если будет не из чего извлекать, то, соответственно, ресурсы будущих наших поколений будут ограничены. Спасибо большое. У нас в программе был член-корреспондент Российской Академии Наук Леонид Беляев. А все выпуски нашей программы вы всегда можете посмотреть у нас на сайте или на YouTube-канале общественного телевидения России. Редактор субтитров А.Семкин